Добрый день! На этом занятии вы научитесь строить проект под клиента, показывать вариации раскладки с плиткой из вашего ассортимента, а также научитесь работать с мебелью. Ну что, приступаем? Для того, чтобы создать простое прямоугольное помещение, нажимаем левой клавишей мыши на иконку «Чистый лист» в левом верхнем углу экрана. Левой клавишей мыши выбираем прямоугольное помещение. В нашей программе все измерения идут в миллиметрах. Это важно запомнить. Поэтому и размеры нашей будущей комнаты вписываем в миллиметрах. В окне «Параметры построения» вносим размеры помещения. Длина – 1800, ширина – 2000. Высота – это высота потолка – 2700. В параметрах объекта мы выбираем материал поверхностей. Каждая поверхность обозначается кубиком. Их три. Первый кубик – это потолок. Второй – стены. И третий – пол. Напротив каждого кубика вы можете выбрать цвет и материал поверхности. Для этого левой клавишей мыши нажимаем на «плюс». Перед вами открывается окно библиотека материалов, содержащие перечень необходимых материалов для всех типов поверхностей. Для потолка при отсутствии на нем плитки можно выбрать материал из папки «Пластик». Натяжной потолок. Чтобы добавить выбранный материал, нажимаем по нему два раза левой клавишей мыши. И он автоматически применится в параметрах объекта. Что касается стены пола, то лучшим вариантом будет выбор затирки. В нашем каталоге добавлены фирменные затирки. И вы всегда сможете выбрать того производителя, который есть у вас в продаже. Так, благодаря этому сумма чека увеличится на 7-10%. При работе с плиткой обязательно выбираем ширину шва. Это повлечет за собой корректный расчет затирки. Для стен выбираем шов 1,5 мм, для пола 2 мм. После этого, как все параметры выбраны, левой клавишей мыши нажимаем «Ок». Следующий этап – подготовить проект для расстановки мебели. Но для начала нужно научиться выбирать нужный ракурс. По умолчанию вы видите плоскость пола. Чтобы поменять ракурс, зажмите правой клавишей мыши и перемещайте мышку. Приближать и отдалять помещение можно, прокручивая колесико мыши. Для перемещения проекта в окне двигаем мышкой, зажав колесико мыши. Также для навигации можно использовать кнопки в разделе «Виды». Здесь представлено 6 стандартных видов помещения. Вид сверху, снизу, вид слева, вид справа, вид спереди, вид сзади. При нажатии на центральную кнопку, вид сверху, отображается пол. При повторном нажатии – «Потолок». Для того, чтобы разместить проект в центре рабочего экрана, во вкладке «Виды» выбираем иконку лупа. Еще одна функция «Сменить стиль камеры» позволит вам увидеть проект в перспективе. В такой позиции будет легче ориентироваться при выборе нужной поверхности, особенно при расстановке мебели. Для ее активации нажмите левой клавишей мыши. После того, как проект построен, необходимо установить дверь, а также мебель. Для начала выберем нужный ракурс, так, чтобы вы смотрели на стену, куда объект будет устанавливаться. Из исходного положения, вид сверху, левой клавишей мыши выбираем нужную стену. Далее в правой верхней части панели выбираем левой клавишей мыши иконку «Камеру к объекту». Это позволит вам четко встать к нужной поверхности. Начнем с двери, так как это влияет на корректный подсчет плитки. Вся наша мебель находится в облачном каталоге объектов. Это верхняя часть панели, иконка «Кресло с облаком». Кликаем по ней левой клавишей мыши. В появившемся окне в левой его части выбираем нужную категорию «Двери межкомнатные распашные». Далее выбираем левой клавишей мыши нужную дверь, и зажав левую клавишу мыши, перетягиваем на нужную стену таким образом, чтобы курсор смотрел на нужную поверхность. После того, как дверь появится на стене, левую клавишу мыши отпускаем. Дверь установлена. Таким же образом установим ванну и раковину. Также в каталоге найдем и установим смеситель. Подберем подходящую раковину. И дополним проект «Зеркало». После того, как мебель установлена, вы сможете осмотреть проект. Следующий этап – выбор плитки. На верхней части панели находится облачный каталог плитки. Здесь собрана коллекция мировых производителей. Кликаем по каталогу левой клавишей мыши. В открывшемся окне, в левом верхнем углу, найдите строку «Искать по названию». Туда вводим название нужной коллекции или фабрики. Как только коллекция найдена, ее необходимо добавить в ваш проект, в буфер укладки. Он находится в правой части рабочего экрана. Для этого в правом верхнем углу найдите иконку «Файл с двумя стрелочками». Используйте все показанные объекты. Нажмите один раз левой клавишей мыши. Это позволит добавить всю коллекцию целиком в ваш проект. Рекомендуем использовать все предложенные производителям виды, в том числе декора, так как это позволит вам значительно увеличить проект в цене, а также увеличить количество позиций в чеке. На этом этапе приступим к раскладке плитки. Начнем с поверхности пола. Но для начала скроем мебель, так как она будет загораживать раскладку. Для этого на верхней части панели нажмите иконку в виде шляпы со стрелкой. Она позволит скрыть все объекты в вашем проекте. Мебель скрыта. Выбираем ракурс на пол и выделяем его. Выберем нужную плитку в буфере, она же отразится на панели инструментов слева. Далее необходимо обратить внимание на привязку. Данный инструмент помогает определить положение первой целой плитки. Выбираем начало укладки от центра. Нажимаем кнопку «Положить ряд» в левом верхнем углу экрана или перетаскиваем плитку из буфера на поверхность. Таким образом уложится один ряд плитки. Если необходимо уложить сразу несколько рядов плитки, зажимаем клавишу с нужной цифрой и кликаем «Положить ряд». Сочетание «Shift» плюс «Положить ряд» добавляет 10 рядов плитки на плоскость. Таким образом вы сможете быстро сделать раскладку вашему клиенту. Укладка на польной плитке готова. Следующий шаг – укладка плитки на стену. Через вкладку «Вида» выбираем нужную стену. Выделяем ее левой клавишей мыши. В буфере выбираем нужную плитку. Выделяем ее. Она же появляется на панели инструментов слева. Здесь вы сможете выбрать ориентацию плитки с помощью черных стрелок, расположенных по периметру. Возьмем горизонтальную раскладку. Для быстрой укладки зажимаем клавишу «Shift» плюс «Положить ряд». Укладка на стене готова. Как правило, укладка на остальных стенах будет повторяться. Поэтому, чтобы не тратить время, мы скопируем укладку с готовой стены на остальные. Выделяем плитку на стене. Далее здесь же один раз нажимаем правой клавишей мыши. Выбираем копировать укладку. Снова один раз нажимаем правой клавишей мыши «Выбрать все плоскости». После этого выделяются все стены вашего проекта. Далее вновь правой клавишей мыши «Вставить». После этого обязательно кликаем в пустое место для того, чтобы укладка доложилась. Можно использовать горячие клавиши. Для того, чтобы ваш проект смотрелся завершенным, добавим декоративную плитку. Для этого выберем нужную поверхность левой клавиши мыши. У нас это стена с ванной. Станем лицом к этой поверхности. Можно использовать иконку камеры к объекту. Выделим элементы фоновой плитки, которые хотим заменить. Выбираем плитку таким образом, чтобы декор начинался от верхнего края ванны. Для этого зажимаем левую клавишу мыши и проводим ею по нужным плиткам. Далее левой клавишей мыши выбираем декоративную плитку в буфере. В левой панели инструментов нажимаем левой клавишей мыши кнопку «Заменить». Готово. А теперь давайте посмотрим, какой проект у вас в итоге получился. После такой презентации клиент не сможет отказаться от покупки. После работы над проектом обязательно его сохраните. В дальнейшем он вам пригодится как вариант готового решения для презентации новым покупателям. Нажимаем левой клавишей мыши на иконку дискета. В окне «Сохранение проекта» выбираем путь сохранения. По умолчанию ваш проект сохраняется в папку «Projects», но вы можете выбрать папку на свое усмотрение. Далее задаем имя файлу и нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы проект открыть, выбираем иконку «Открывает файл». Кликаем левой клавишей мыши. В окне «Открытие проекта» находите свой проект. Выделяйте его и нажимайте «Открыть». Сегодня вы научились быстро и качественно работать с проектом клиента, используя не только отделочные материалы, такие как плитка, но и сопутствующие, такие как сантехника, мебель и другие. Благодаря этому ваш проект станет не только визуально прекрасным, но и позволит вам совершать дополнительные продажи, увеличивая средний чек. До встречи на следующем уроке! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!